Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Более 40 кировских молодых предпринимателей получили субсидии. Грантовую поддержку бизнесмены получили, например, на открытие фотостудии, на развитие киноиндустрии в регионе, организацию бюро переводов с китайского языка и многое другое. Наибольшую активность в этом году проявили организации социальной сферы, рассказали в областном правительстве. Например, несколько конкурсных проектов нацелены на дополнительное образование детей с особенностями развития. Получить можно до 500 тысяч рублей обязательные условия с финансированием не менее 20% от стоимости проекта и возраст участников до 25 лет. Всего на данный момент конкурсная комиссия одобрила гранты 41 предпринимателя, но прием заявок был продлен до 11 декабря, поэтому шанс получить субсидии у бизнесменов есть и сейчас. Вместе с этим на конкурс «Город добрых соседей» подали 215 заявок. Одну из них отклонили, так как она не соответствовала требованиям конкурса. Еще от 30 участников до 1 декабря ждут документы, так как они предоставили неполный пакет. Победителей конкурса определят до 22 декабря. 15 января они уже смогут приступить к реализации проектов, уточнили в мэрии. Отмечу, призовой фонд второго конкурса «Город добрых соседей» – 25 миллионов рублей. Максимальный размер гранта – 400 тысяч. В этот раз заявки принимались только по направлению события. Как ранее пояснили власти, проекты по благоустройству решили не запускать, чтобы в юбилейный год в городе не велось грязных работ. 159 миллионов выделят в Кировской области на бесплатные учебники. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила депутат ОЗС Ольга Тырыкина. По ее словам от родителей кировских школьников, было много сообщений о нехватке книг или их плохом состоянии. Покупать же учебники сейчас очень дорого. Стоимость годового курса по одному предмету может достигать нескольких тысяч рублей. В результате в бюджет была внесена поправка. Выделят деньги, отмечает Тырыкина, уже в этом году. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».